У нас необычная здесь трапезная. Вот с этого места потихоньку проведи. 12, как сказать, даже не знаешь, как плакатов или оповещений. Я хочу сказать, что делали это высоко профессионально. Я нашел 6. Вот просто так написать на бумаге. И там он на бумаге покажет. И как эти люди делали? И делали явно, что они не один экземпляр. Раздавали много. Значит, в первую очередь, размер ее какой. Вот заметьте, это как ширина и высота. Это очень хорошо заметно. Не больше. Вот которые, думаю, вот эти вот стоят, они, видишь, ну не так. Иди сюда, иди ко мне, иди. Иди сюда, кс. Ух, раздавали. Второе. Свет. Вот делает так, черная юбка. Такая вот, желтая блузка. Это особенно выделяется. Вброска. И не белая, она резко выделяется. Второе. Свет подобран. Очень удачно. То есть более удачного нельзя так подобратить. Размер и свет. Дальше. Размер букв разный. Вот покайтесь, ибо приблизилось вот меньше, а Царство Небесное больше. Вот третье. Вот как у меня трехтомник, я точно так же делаю. Видел, нет? Видел. Трехтомник. Я увеличиваю. На что обратить внимание? Все мы представим на суд Христов. Вон. Видишь, как? Дальше. Это мы третий уже параметр взяли. Суд. Какими словами? Суд. Самая главная, не буквами взятый. Суд. Самое главное. Выделено уже. По глазам бьет. Это третий параметр. Четвертый. Внизу. Из Библии. И одинаково везде. Из Библии. Слово Библия прививается. Прямо вдавливается. Четвертая. Пятая. Дальше. По черному. То, на котором внизу черный тон. В нем указывается конкретно. Глава. А стих меньше. Видишь, как это взяло? Там 10-13. И оно, как бы, вот этот, который черный, она его как бы разрывает. И там, кстати, ну это, я не знаю, там что-то внизу, да, в желтом написано. Каждый дом для Христа. Вот, видишь, это все делали. Это еще. Это шестой параметр. Я не знаю, кто, где, на рубежом или здесь сделали. То есть, в высшей степени профессионально сделано это. И вот здесь вот даже кровь красным сделали. Это один плакат такой. Я называю плакат, они, не знаю, опиши или как проповедь. Очень сильная. И главное, слово Библия в местописании легко считается. И главное, в местописании как сделано. Глава большой, а стих маленький, буквы, цифры. Вот, которые шесть параметров, которые я смотрел. Я даже спрашивал вас, вы ни один ничего не сказали. Ну, смотрю, да я смотрю. Я намного насмотрелся надписи, лучше я это не видал. Вот они все обдумали. Слово Библия непрерывно. Библия, Библия, Библия. Вот. И глава, и стих. Это вообще. Вот, который размер бросает. Я могу даже показать, как мы делали, когда это. Я тогда этих еще не видал. Спивай. Спивай. Так. Два. Один. Вот это трех топлив у нас. Стерт. Смотри. Ну, это первое издание было. Ну, и что, еще не раскрашены Гюставо Даре 230 иллюстрации. Но главное, это вот, когда я тут делаю, что-то выделить надо. Какой шрифт? Сейчас, подожди, покажу. А это кто стукнул-то? Да, она ему ударила, а тот попрыгнул и ударился об таблетку. Нет, это он ее укусил, а она пыталась выбраться и стукнула. Ну, еще не сделаешь. Он знает. За это платить надо. Самое дорогое удовольствие. Хоть у людей, хоть у скотины. И за это надо хорошо платить. Вот она, смотри, как выделяется. Шрифт вот эта, вот эта глава, такая, большая. Какой этот шрифт? Вот эта жирная и курсивом. И как отделяются друг от друга. И выделить надо отдельные слова. Так. Нужно слушать того, кто учит чему-нибудь по божественному закону. Вот это, главное, православных нет. И вот и выделяется. Видите, как большими буквами. На этом фоне-то, как раз. А здесь... Ваши комментарии. Ваши комментарии. Комментарии, как вот, черная буква выделена. Вот эта такая, как пунктируем. Это другой, скул. А это таймс, шрифт-то разный. И здесь вот мой комментарий идет. И Л показано. Это не толкование. И вот здесь двумя черточками тоже отделена конец. Я говорю, что это доходит? Да, конечно. Вот все. Ну, а, иди сюда, положи. Вон туда, три. Я читал. Возьми этот том и туда положи. Я сейчас сказал тебе, ты слышал, что я сказал? Нет. Возьми эту книгу и вот там, которые лежат, положи правильно. И дальше продвинь, чтобы она не высовывалась. Ты видишь их? Да. Вон они лежат. Вот так вот кладь. Да ну ты там, гляди, как лежат. Вот так и положи. Да. И дальше ее продвинь. Во. Хорош. Молодец. Возьми этот. Дело идет у нас. У меня. Я в они кладу печь куда-то. А мне помогают хозяин и брат. А хозяин говорит, ну вот этот Федор-то помогает. Он соображает. Я говорю, даже очень. Мне надо там где-то такой кирпичик обломанный. И нужно только в раствор обмакнуть и не подать. Я говорю, сделай так. Он обмакнул и говорит, и в рот-то не понес. Глиняное это. Из глины кирпич там подает мне. Он очень сообразительный. О, что он смеялся сколько. И вот как куда духовка, в какую сторону. А он возит. И привозит на машине Волга. И вдруг какая-то женщина заходит. А мужика это не было он где-то. А брат его помогает. И она зашла. А духовку почему не на эту сторону? Надо сюда. Что за команда такая? Мне хозяин сказал, я так и делаю. Я уже поставил так. Она только вышла. Откуда она в дела? Уже два месяца как ушла. Развелась. И узнала, что печку переделают. А вот пришел. Пришел и говорит, ну, Настенька, куда духовку? Вот и сюда. Он хоть ее кверку задерет. Хоть куда. Он перед ней там. Я говорю, мне разве сидеть. Я договариваюсь. Еще 30 рублей за это. Вон куда. Видишь, как она спряталась. Это место хорошее. Она от него не знает где спрятаться. А он туда не решится. Он туда будет спать. Он ее уже достал. У него вся иная. Кошка. Вот какая. У меня. Он даже в моих. Пришел, я запустил в избу. Он как начал там это. Не разговаривает. Еще свадьбы не было. А он уже ложится в постель. Я кое-как ему это разъяснил. И выпроводил на улице. Так он сейчас. Я пошел там в баню. Он за мной. Чтобы я его запустил. Не пущу больше. А я про кота говорю. Такой активный. Мышей не ловят, а кошек ловят. Да здоровый такой. Я не всех. Он только одну, которую привезли. А так он боится их. Хвост-то раскинул он как. Глаза зажмурил, как будто от него он. А он ее уже надоел, не знаю как. А моя же черная. Перед ним винтом упадет. Опрокинется. Подойдет, понюхает. Поцелует опять. А он только смотрит на заднюю часть. Он даже не смотрит, какая она красивая. Вот он сидит. Вот, ребята, я вам хотел рассказать. Вы вот в каждом деле так приглядывайтесь. Какой шериль. Как сказано. Правильно не написано. И Ё-буква. Только сказал, она спасешься. Вот двоеточия нету. Надо нарисовать. А вот здесь спасется Ё. Хотел похворить, а она, видишь. Ну а дальше-то нет нигде. Вон там спасешься. Над Ё надо две точки поставить. Или призовет. Вот на одном. Как они могли так покрутить? Это. Вот так. Ну нету больше. В одном месте ошиблись. В одном. Надо везде букву Ё, чтобы было спасешься. Спасешься. И главное, русский язык, который учат люди. Как его понять? Где ставить Ё, где Е? Написано МОЁ. А он МОЁ. Сразу видно, кто шпион. Лови его. Это специально сделано. Чтобы поделать, русский язык невозможно. Это надо жить здесь, понимать. Вот этот Джастас Уолкер был. Не заберите, он кост развел здесь. И у меня он был здесь. Ну так. На Ползунова. Он бесноватый. Я не не виду. Он сидит. Гали! Иии! Он не может ничего сделать. Такой смешивый демон поселился. Идем, главное, уже темняет. Стемнялось уже. Впереди кто-то идет. Кто-то, он идет. А я сзади снимаю. Он один идет по моей ограде. Опять идет. Га-га-га-га-га-га-га. Вот так вот. Это демон особый. И люди как будто не видят. Разговаривает со Смирновым демитрием. Опять говорят. Га-га-га-га. Все тут непонятно. Я ему подарил книги. Говорю, зря дали. Он не будет. Он по-русски. Отец у него здесь проповедовал. Еретик. А он маленький был. Маленький он все схватил. Он разговаривает чисто по-русски. Его не отличили даже. Если для его физиономия-то не кавказская, не китайская. Он нормально выглядит. Но вот как бы он это не хихотал, проще, можно было поговорить. Ну, а еще не скажу, что он не церковь, еретик. Вот дальше-то ничего нет. Мы засняли. Но книги, конечно, такие он не выбросит, я думаю. Он это запомнит. Все остальное временное. Вот мы поуживали. Кто-то сыто не наелся. Всю славу Богу. Все наелся. Так. Я вам сказал, что... Что не наелся? Кладиться в храме не хотел. Прям совсем. Вот такого-то года. Перед сном ему... Там поклонов 30 хотя бы сделал, чтобы... Чтобы рука доставала пол. Руку не надо пускать, а не надо с ним попустить. Слышишь, что сказал? Да. Да. Обязательно сходить в туалет, чтобы у вас не было неприятности. Горшок там стоит. Хорошо запирайтесь, никому не открывайте. Вот так. Видишь, как ходили в храм. Я ведь относительно вас еще так решение-то не принял. Какое, останется он или не останется. Сегодняшний день был хороший. Он старался. Не надо без рукава. Солнце пищет через тело. Я сразу сказал, уходи в тенечек, и больше не надо. Еще без головного вора бывает. Это вообще раздор. Сделать, чтобы у него своя одежда была. Я говорил, там рукава подшили. Подшили? У него есть нормальная одежда. Мы брали все по смыслу. Это у него хорошее. Я чтобы он ногой пятку не запусывал. Он ее надавил, и всю службу вот так поднимет. На одной ноге стоит, как цапли на болоте. Маленько подойдет, другую ногу поднимет, стоит. Управляет, а еще никак. Потому что пятка мешает пройти. Так было? Так было. Я вижу, он упарился. Я его маленько призвал, показал, рассказал. На стул садитесь. А ты не захотел, так? А потом сам сел, когда надо. Ну, трудно, долго. Ну, батюшки-то нет, службу-то раза в три короче. Так что. У нас было в лагере, как только в церковь идти, все один вопрос задают. А батюшка будет? Самая ленивая, согласно дрова пилить, пока мы в храме, чтобы только не ходить. Потому что ничего не понятно. Стоит ребенок. Мы как слепые, не видим. А когда на службу у нас, где детей выводят отдельно, дверь-то соединяется со школы, и ими там занимаются. Ну, детей-то нету, у кого тут. А тогда лагерные были, лагерные много, и деревенцы. Я не вырос их все. Так, вот. Кто тут в лепу поет? Алисей, да? Так, я уйду. Жду до Алисея. Давай, я жду. Я, пожалуйста. Алисея.